Не надо Падать Не надо бить Не надо плакать Не надо жить Ведь я ищу таких как я Сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь Мы уйдем отсюда прочь Мы уйдем из-за парка 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 О, бэйби, бэйби Ты словно мышь Ты просто точка Когда молчишь Но вас так много В глазах темно Я так хотел бы Разбить окно Ведь я ищу таких как я Сумасшедших и смешных, сумасшедших и больных Yeah А когда я их найду, мы уйдем отсюда прочь Мы уйдем отсюда в ночь Мы уйдем из-за парка Пустые звуки, пустые дни Вас слишком много, а мы одни В руках ребенка сверкает нож Но я надеюсь, что это ложь Ведь я ищу таких, как я Сумасшедших и смешных Сумасшедших и больных А когда я их найду, мы уйдем отсюда Прочь, мы уйдем отсюда в ночь Мы уйдем из-за пака Мы уйдем из-за пака Мы уйдем из-за пака Мы уйдем из-за пака На провинциальном концертнике Питерские интеллигенты Артем Теклюк и Били Новик Здравствуйте Здравствуйте И что приятное, над нами витает вот дух Омского маргинала Егора Летова Маргинал, вы согласны с этим определением? Вообще, многие хорошие вещи В том числе произведения искусства Рождаются на грани И марго в переводе с латыни Означает край, грань Поэтому я считаю, что это слово Не только неругательное, а даже наоборот Это, так сказать, человек На некоем острие На грани Он охватывает, как минимум По определению, сразу несколько плоскостей И работает, может быть, на стыке И это просто очень такое Ну, не знаю, творческое Такое благоприятствующее творчество Я думаю, состояние В общем, это подтверждает мысль о том, что Художник должен быть голодным Ну и так далее, и так далее Вы прям по-летовски рассуждаете Вот мы ругательному, казалось бы, слову вернули Искреннее, позитивное звучание Ну, когда-то и слово джазмен было тоже ругательное Впрочем, как и рок-музыкант Посмотри, кто он, это же рок-музыкант Ты что, не дружи с ним? Сейчас скатимся в банальность Сегодня ты играешь в джаз, а завтра родину продашь И так далее, и тому подобное Всякие поговорки были Сколько их еще до сих пор существует? У меня очень ярко, но неоднозначно впечатление от концерта Биллис Бенда На одном мероприятии Год, наверное, 2013-й, Сочи Гостиница, Жемчужина Банкет Союза журналистов России Специфический контингент Можно упасить говорить там Слова лезть или наоборот Нелицеприятные Контингент достаточно сложный Редактора районных газет со всей страны И вдруг Биллис Бенд Помните тот концерт? 2013-й год В Сочи? Да Честно говоря, не помню А в каких местах вообще необычных Приходилось выступать? Не знаю, везде, где есть возможность играть И делать то, что ты делаешь Делать музыку там Или, не знаю, поэзию Можно как угодно это называть Любой вид творчества Если это возможно То я никаких не испытываю особых сомнений Если есть для кого играть Если есть кому послушать То надо просто делать свое любимое дело Я считаю, что это нормально Но из таких, скажем, мест, которые реально запомнились О логичных концертах Ну вот я помню Был какой-то концерт Тоже была вечерина какого-то журнала Или какого-то союза Там кого-то И это был концерт В бункере Времен Холодной войны Который располагался На глубине Минус 18 этажа И когда нам спросили Вы хотите ехать на лифте Или пойдете пешком Я говорю, а как? Он говорит, ну там 15 этажей пешком Потом там как-то еще надо пройти Я подумал Ну идти вниз Это не идти наверх Пойду-ка я пешком посмотрю Что за лестница там И вот я шел 15 этажей пешком И лестница была крутая И в общем Я так вот В определенный момент Задумался вообще Что происходит И где-то на районе В районе 10 этажа Я слышал, как мимо проходили Поезда метрополитена И когда уже Я понял, что они уже Где-то глубоко Глубоко вверху На лифт сели Где-то на 11 этаже Нет, я не сел на лифт Но обратно я пошел Уже на лифте Это точно Ну И это было такое ощущение В общем Весьма Необычное Я бы сказал Билли, то, что вы сейчас рассказали Это есть настоящий андеграунд Вот точно В буквальном смысле Подземелье А андеграунд В современной Отечественной музыке Для вас кто? Не что, а кто? Вот есть такие андеграундные группы Которые вы отмечаете Замечаете Слушаете Рекомендуете Андеграунд Сейчас такое время Что андеграунд Он уже определяется Не твоей жизненной позиции И там идеологической Или какой-то там Еще протестой А он определяется Скорее Массовостью Отклика У соотечественников Вот Те группы Которые собирают Там стадионы Это ну никак не может быть Андеграундом А те группы Которые играют Для там Двадцати, пятидесяти Семидесяти человек Это вот Это и есть андеграунд Я считаю Сейчас просто Чтобы быть в андеграунде В буквальном смысле Слово Ну вот В этом смысле слова Нужно Делать Делать Жалкое существование Делать что-то запрещенное А сейчас Что сейчас запрещено В общем Сейчас такая Эпоха вседозволенности Что даже само понятие Андеграунд Оно уже Какое-то непонятное Все можно Хочешь там Матом ругайся Хочешь там Не знаю Ну все что угодно Летово Спокойно Исполняй на концерт Вот пожалуйста Летово можно петь Вот раньше Попробуй Летово Спой Мы затронули тему Такую Идеологическую Я вот думаю С одной стороны Ну в качестве комплимента Вы какой-то вот Золотой середине Ну в политическое дребедение В кое мы погружены Вы не либерал И не патриот Ну как там Не ватник Да С другой стороны Ни вашим Ни нашим Ваши политические коллеги Я в определенной степени И либерал И патриот Я ото всех Как бы Фракций Питаюсь Я ото всех фракций Беру то, что мне близко Вот Я на самом деле Очень люблю нашу родину Поэтому у меня есть Песня о родине Которые правда Я почему-то еще Пока я стесняюсь петь Потому что боюсь Что скажут А вот Посмотрите Он продался Там Вот посмотрите Он патриот И тогда вы станете Представителем андеграунда Вот именно Представляете До чего мы дожили Если ты просто любишь родину Вот ты искренне Любишь родину Песня о любви к родине То ты вроде как Уже получаешься В оппозиции Общественному мнению Такому Которое бытует В музыке И там Скажем В творческих кругах Вот это просто парадокс Как мы дошли до такого Я не понимаю А что Егорам Свет Летову Подвигло Заниматься Политической деятельностью Как вы думаете Вот Во-первых Ну Во-первых Я не знаю Могу сказать Мои только Некоторые догадки Весьма В общем Наверное Видимо поверхностные Просто сама Как бы идея Даже название Гражданская оборона Это Название Которое И вообще Он во многих интервью Своих говорил Что Мы хотим Защищать Таких же Незащищенных Чувствительных Чувствительных И Скажем Остро реагирующих Болезненно реагирующих На Многие вещи Которые происходят Скажем так Со стороны Правил государства И Мы хотим Мы должны защищать Вот как вот животных Некоторые защищают Мы так вот Защищаем людей И Наступил какой-то момент Вот В 90-е Я подозреваю Это был момент Я политикой вообще Как бы Даже не слушал Что они говорят Но теперь уже Как бы Так Ретроспективно Мне кажется Что это просто Такая попытка Каким-то образом Поддержать Защитить И поддержать Тех Кто Болезненно Реагирует На Скажем Правила Которые Были В обществе Даже где-то Насильственно Насаждены Где-то Просто так Сложилось Исторически Я думаю Что Те идеалы Которые Он Вклад Ну то есть Он разделяет Мнение Той или иной Какой-то Политической партии Просто Были близки На тот момент Ему Как Человеку Который Реагировал Вот так На происходящее Вокруг Потому что Ну время Правда В 90-е годы Тогда как-то Мы были еще Маленькие Тогда как-то Так особо Не думали Ни о чем Но он-то был Постарше уже Он как бы Видел это Он уже Поэтому Такая у него Сложилась Картина мира И Те движения Которые Он примкнул И отчасти Даже возглавлял Были На тот момент Видимо Актуальны Для него А есть ли Смысл спорить О том Что Лучшая поддержка Моральная Идеологическая Творчество Спорить Не обязательно Потому что Действительно Я сам Да и многих Людей знаю Которые Вообще Это часто Такая фраза Что Ваше творчество Мне так Помогает Так вот Мне в определенный Момент жизни Мне так вот Помогло И мне тоже Когда-то И по сей день Помогает Чье-то творчество Спрашивает Чем вы вдохновляетесь Я Говорю Что я вдохновляюсь Исключительно Тем Что делают Другие люди То есть Я вдохновляюсь Творчеством Других людей Творческий эскапизм Нас спасет Ну Мы еще пока И не погибаем Так уж прямо Отъявлено Вот Поэтому Вообще Спасение Утопающих Дело рук Самих утопающих Кого что Спасет То и спасет Давайте Спасаться При помощи Песер Егора Летова Ни за что Ни про что Навусь Просто так Грел снежок Терочки Не заметил Осень пришла Так и шел Так и гнал За собою По пятам Все на пятки Себе Упоенно Наступал Через край Через рай Через раз Через год Позабыл Позабыл Про волосы Зацепились За собой Лишь слегка Порезался Оказалось На повал Наступил Наступил Лишь одной Ногой А в говне Уж по уши Наступил 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 Непонятно Непонятно Ни хрена Наступила А самое пожалуй Что отменное Что происходит Я вижу Как кайфует Билли Как вот Артем Исполняя партию ударных Он кайфует от этого Есть такая тема А это есть искусство Ну это вопрос Что такое искусство Это люди уже много веков Обсуждают сейчас особенно Потому что сейчас все обсуждения У всех как бы на ладони Вот Ну Я рад если вы так считаете Ну ладонях Мы как-то с товарищами В социальных сетях устроили Не помню вообще по какому поводу Дискуссию где использовали Исключительно цитаты из песен Летова Вот это правильно Для меня искусство когда вот можно Прибегнуть к классике Летов классика И ответить на все существующие вопросы Вообще в мире На все цитатами А почему вы Питерский интеллигент Ну у нас здесь незримо присутствует дух Летова А зримо присутствует дух брата Который вас вот подсадил именно на Летово А почему Почему не питерский рок-клуб Почему не кино Почему не Алиса А вот выяснилось что Вот прошло много лет И как бы я просто посмотрел И понял что действительно Летов Наиболее И часто цитируемый мною Внутренне цитируемый автор Вот так получилось Что как-то Я не знаю от чего это зависит Но его фразы самые емкие То есть их во-первых очень много Хороших фраз Таких стоящих Которые просто ежедневные Вот Они одновременно как бы Такие жестко иронические Но одновременно и очень глубокие По мысли Так получается Я не знаю как это получилось Но вот Близкий К пониманию Ну к какому-то моему индивидуальному Пониманию Я понимаю что Летово каждый По-своему воспринимает Кто-то говорит что нельзя так Летово петь вообще Но Он звучит в голове И вот как он звучит Так в общем Примерно так вот он и поется А чем трибьют от кавер отличается? Трибьют Душой? Нет вообще задачей на самом деле И даже смыслом Общим смыслом Трибьют это дань уважения Как бы Уважения и восхищения А кавер Это Скорее Попытка на чужом материале Заработать Нет Преподнести себя и сказать Вот вы знаете эту песню А теперь послушайте Как ее я вам спою Вот это кавер Это кавер подразумевает Переосмысление Переработку Привнесение себя Вот На всем известную Базовую там Композицию А трибьют это просто Вот Спасибо Что есть такие песни Благодарность Да Благодарность Это очень правильное слово Я может быть ошибаюсь Но мне кажется что На Летово выросли Выросли Воспитанные Глубоко интеллигентные люди По крайней мере Такие меня окружают В нашем городе Тем кому сейчас Вот За сорок За пятьдесят В чем секрет Я понять не могу Ну казалось бы Такие Тексты Аяйские Полные там Сарказма Разные Есть такие Вот Летов очень разный В разные периоды Он был очень разный Я считаю А почему он не стал иконой? Глобальной иконой Как кто? Как Цой Чтобы быть иконой Надо быть все-таки Универсальным Цой более универсальный Чем Летов Летов не всем подходит Есть люди Которые Летов Ну как-то Не знаю То ли на физическом уровне То ли на ментальном Не воспринимают Просто Много попыток Они говорят Да вот я еще раз Попробовал Послушал Вот то что ты прислал Там Или то что я сам нашел Ну не мое Это какой-то типаж Особенный Так же как например Сюрреализм Например В любом Искусстве Он не всем подходит Или например Постмодернизм Тоже некоторые Не могут На каком-то Внутреннем Личностном уровне Например Читать Булгакова Например А Летов он яркий Представитель Постмодернизма Все-таки Ну Представляете 80-е годы Постмодернизму Музыки В текстах Ну Понимаете Сейчас тоже Даже понятие Постмодернизма Скажено Потому что например Писатель всем известный Умберто Эко Это яркий представитель Литературного Постмодернизма Просто сейчас Все думают Что постмодернизм Это обязательно Должно быть Такое немножко С таким сальным Юморком Должно быть За ковыркой Да С непонятной За ковыркой Да С такой вот Что-то вот такое С такой как бы Ну То есть фига в кармане Это вот нынешнее Представление Постмодернизма Нет Нет Фига в кармане Это нет У Летова все-таки Настолько Мне кажется Такое честное Такое прямо Оголенный нерв Везде Что я не знаю Хотя по определению Конечно Это вроде как Получается Постмодернизм Он смешивал Абсолютно разные вещи Но так неявно Он их литературно Как бы смешивал А в музыке Там Как обычно Все было В общем Все более-менее Даже однозначно Панк-рок Вот Не хотел касаться Этой темы Шумный Как говорит Молодежь Хайповой Великие имена России Четыре десятка Аэропортов Российской Федерации Выбирали себе Имена Омск Было предложено Летово Ну Знакомая история Те кто Я слышал об этом Кто кстати победил Нелетов А кто Вот такой вот будет Мой ответ Нелетов Это тоже отчасти Постмодернизм Вообще Ну Прям В лучших традициях Песен Егора А вы можете представить Что Спустя какой-то промежуток Времени Волна Интереса К лету Будет возрастать 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 И когда-нибудь Он будет Исполняться Под симфонический оркестр Так уже это и есть Есть такой проект Называется Симфоборона Но там правда Просто играют Инструменталы Которые Для которых написаны Оркестровки Так называемые Вот Но это Переосмысление музыки А не Литературы Летовской Поэтому Мне сложно Это прокомментировать Я Ну это хорошо Наверное Вот А детские хоры Поют Песни Гражданская оборона Но Это опять же Это мне кажется Такое Вот это как раз Постмодернизм Вот это уже Постмодернизм Причем такой Ну Не ну хорошо Почему хорошо Наверное хорошо Ну пусть цветут Сто цветов Да Пусть Я считаю что этот мир Эта реальность Настолько Обширна Что она вместит Все что может Только вообще На что только Способен человек И в плохом смысле И в хорошем Как бы это все Просто Это есть И это критике Критике не подлежит Как бы Это данность Ну Ваш пример Это яркий пример Того что Можно Перепевать по-разному Ну буквально Все Алсу перепевали Был грешок Грешок Все-таки Это вот был Это был как раз Кавер Это вот это был Чистый постмодернизм Я считаю Что можно Тут тему О каверах Мне кажется Что необходимым Условием Вот такого То что в современном мире Искаженно называется Термином постмодернизм Должен быть Прикол Вот прикол Это и есть Постмодернизм Хотя В определении Постмодернизма Никого прикола нет Но в современном мире Считается Что это прикольно То есть прикольно Вот такая тема Иногда такое ощущение Что в мире Приколов Мы живем И вот Банкнотами Банка приколов И расплачиваемся Давайте-ка ближе Абсолютно Все-таки к искусству К литву Я был безразличен Я был безграничен Ну-у-у-у-у-у-у-у-у я был озабочен Ну-у-у-у-у-у-у-у-у я был позвоночен Спойте мне тело В котором Нет слов Спойте мне слово В котором Нет мяса Здравствуй, черный понедельник Я был неопознан, я был неосознан Я был обезличен, я был гармоничен Спойте мне тело, в котором нет слов Спойте мне слово, в котором нет мяса Здравствуй, черный понедельник Здравствуй, черный понедельник Здравствуй, черный понедельник Здравствуй, здравствуй, здравствуй Дайте мне подумать Дайте мне потрогать Дайте мне попрыгать Дайте мне поплакать Спойте мне тело, в котором нет слов Спойте мне слово, в котором нет мяса Здравствуй, черный понтельник Здравствуй, черный понтельник Здравствуй, черный понтельник Здравствуй, черный понтельник Здравствуй, 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 здравствуй Слушайте, сложно вам и сложно слушателям. Я вот сдерживаю себя, чтобы не подпевать, дабы не испортить вообще. Надо подпевать. Исполнение. И сдерживаю себя, чтобы не исполнять аллогичные танцы. А как происходят концерты? Ну, что делает, наверное, великовозрастный публик все-таки? Ну, тут тоже люди разные приходят. С одной стороны, приходят люди, как бы настроенные позитивно. И просто, чтобы освежить в памяти песни. Посмотреть, что там, что мог Билли Новик, что этот Шут Гороховый мог придумать еще. Вот. И по-разному реагируют. Некоторые говорят, я вспомнил себя 30 лет назад. Супер вообще. Просто я понял, что, например, 20 лет назад я даже не вспоминал о существовании, например, таких своих любимых когда-то песен. Это первая категория. Типа спасибо. Вторая категория. Ну, вы начали Летово петь. Сейчас еще Алсу будет петь. Алсу действительно спела там какую-то песню. Я видел тут видеоролик в Ютьюбе. Ну, там это был тоже какой-то прикол, видимо. Я не знаю, что. Есть люди, которые их называют ортодоксальными фанатами Летова, которые принципиально даже не пойдут на такой концерт, скажут, что это вообще пойти на такой концерт, это предать Игоря Федоровича. Просто если бы он был жив, он бы, наверное, просто ворвался бы и разорвал всех на сцене, просто бы прекратил бы это безобразие. Мне кажется, он в танцы бы пустился. Не знаю. А вот неофиты, в общем, гражданской обороны бывают на концертах? Он в разные годы был очень разным человеком, на самом деле. Ну, мне так кажется, судя по его интервью, опять же. Я лично его так близко, чтобы пообщаться, конечно, не знал. Неофиты гражданской обороны? Не знаю. Но многие говорят, что мы стали очень внимательно слушать тексты Летова, именно после того, как сходили на концерт, то, что мы делаем с Артемом, вот этого проекта. Ну, отчасти это, может быть, те люди, которые, не знаю, ценят мой вкус музыкальный или литературный, ну, вкус в каком-то смысле. Но я не знаю, как на самом деле все происходит. И потом, что мы видим на концертах? На концертах мы видим уже только тех людей, по сути, которые уже как бы сказали «да». Они купили билет, они пришли. А всех тех, кто сказали «нет» и написали там злобные какие-то свои измышления на эти темы. И, как правило, это молодые люди, которые забывают подумать, что когда мы эти песни пели в подъездах, они еще даже не родились. И они считают, что они могут. Ну, правда, имеют право, конечно, выражают свою точку зрения. Слава богу, ничто не запрещено, наверное. Мне не нравится чрезмерное радикальное мнение о чем-либо вообще. Ну, правда, да. Категорическое отрицание или категорическое превосходство, но это всегда не есть хорошо. Как я подобрал слова, чтобы не радикально сказать, что ненавижу тех людей, которые суют их мнение наилучшим считается. Ну, я считаю, что вообще в любом даже убеждении надо просто по умолчанию закладывать, там, не знаю, 7-10% сомнений. Все может измениться в любой момент. Внутренних сомнений? Одна новая деталь информации появится, которая может просто все изменить. Вот, все общее мнение. А почему к программе к этой вернулись? Вы, по-моему, где-то в 2015 году... Дело в том, что в 2015 году, ну, у меня был такой период жизни, не очень, как бы, простой. Пили? Не-не-не-не. Личностный, я имею в виду. И, как сказать... В общем, у меня не нашлось сил для того, чтобы как-то по-человечески наладить контакт. Ну, и там много всяких было нюансов. В общем, не удалось наладить контакт с Натальей Чумаковой, вдовой Егора Летова. И до нее дошла тоже весьма искаженная информация. И так получилось, что, в общем, мы ни разу не общались. Но такое ощущение, что ее настроили против меня, а меня настроили против нее. Как-то так получилось. А потом, когда мы с ней познакомились, все оказалось совсем по-другому. Вот еще одна наша отечественная особенность. Да хотя бы, нет, она человеческая особенность. Когда вот молва кумушки все друг друга передадут в искаженном виде. Да. А вот это вот, ну, что это было? Взаимопиар? Ваше бодание с другим питерским интеллигентом Сергеем Владимировичем Шнуровым? Какое бодание? Ну, когда он, а кто там, пафосно, он потом ударил весь Инстаграм к чертям собачьим. Пафосно написал. Какое право? Какой там Билин Новик имеет вообще исполнять? Ну, таких мнений много. Их до сих пор приходят точно такие же сообщения. И даже их похлеще бывают. Нормально. Это как бы часть общественного мнения, которое тоже имеет право на существование. Я уважаю все мнения отлично, что есть люди, которые так думают, которые так кому-то нравится, кому-то вот это считает, это хорошо. Мне кажется, Егор Федорович в морду просто бы дал. Мне сложно судить. Пить бы, это вообще как бы не совсем тема для разговора. Это, кстати, тоже одна из излюбленных тем как бы такого молодняка панковского, что Игорь Федорович бы перевернулся в гробу, если бы узнал, что Билин Новик поет его песню. Там вот такое. Часто бывает такое. Ну что, нормально, отлично. Главное, есть отклик там. Я предлагаю ответить хейтерам, молодняку, как вы сказали, песней Егора Летова в вашем исполнении. Так, ну не знаю, насколько это будет ответом, да и вообще, на что отвечать-то? Меня сорвало с неба, меня сорвало с ветки. Ветер тщетно ищет, куда б меня закинуть, ведь для него я лишь кленовый лист. Лишь кленовый лист, лишь осенний год, лишь бродящий дождь. Лишь кленовый лист, лишь кленовый лист, лишь бродящий год, лишь осенний дождь. Кто пойдет навстречу, кто пойдет слепая И каблуками давит моё лицо как дынью Ведь для неё я лишь кленовый лист Лишь кленовый лист, лишь бродячий кот Лишь осенний дождь Лишь кленовый лист, лишь кленовый лист Лишь бродячий дождь, лишь осенний кот Пока я плакал кровью, покрались тихо дети И в клочья разодрали мои больные нервы Ведь для них я лишь кленовый лист, лишь кленовый лист Лишь бродячий дождь, лишь осенний кот Лишь кленовый лист, лишь кленовый лист Лишь кленовый лист, лишь бродячий кот Лишь осенний дождь Лишь кленовый лист, лишь кленовый лист Лишь кленовый лист, лишь кленовый лист Лишь кленовый лист, лишь кленовый лист Панк жив. Однозначно. Егор Летов с нами. Егор Летов с нами. Но, но в пластинке-трибюте есть некий ваш вот эпиграф, что не бойтесь, товарищи, никакого джаза не будет, будут только песни. Но это же вот... Но это же настоящий джаз. Но это же настоящий джаз. Свист, друг, он, ролл. Ну, видите, сейчас тоже в эпоху постмодернизма, вообще такого релятивизма, все относительно. Ну, по сравнению, скажем, с музыкой drum and bass, это действительно джаз. Потому что, посмотрите, барабанная установка, это же ведь, ну как, это же ведь из джаза, в джазе вот такой же сет барабана. Если контрабас, если контрабас, точный джаз. Правда же? Потом щетки, вот, например. Инструмент щетки. Чисто джазовая тема. Да и такой вот голос, тоже, видимо, джаз, наверное. Вот Пенза, вроде бы... Ну, нет тут Академгородков, нет там крупной промышленности, каких-нибудь там инвестиционных громадных проектов. Но здесь есть люди, которые искренне любят джаз. И каждый год в мае месяце проводят джаз май. Это я знаю, это я знаю. Вы выступали на одном фестивале. Да, 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 было дело. Кстати, отличный фестиваль, очень здорово организован. Прям понравилось, люди действительно радовались. А это вот история про людей, которые делают именно, ну, город, жизнь внутри города? Или флюиды какие-то вот у нас вот в Пензе сосредоточены? Знаете, вот проанализировать, почему так получилось, правда, я даже в него не возьмусь. Надо смотреть вообще такую глубокую, такую социологическую, даже социографическую историю, как это все было. Там вот, например, взять там Новосибирск, там, понятно, Иркутск. Там были такие как бы места, куда много лет ссылались как бы не то, что лучшие, но самые такие как бы люди, которые, например, были склонны к инакомыслию. Если есть инакомыслия, это, значит, уже подразумевает мысль как таковую, что есть как бы официальная точка зрения, а есть как бы вот... Есть байк про наш город, про наш город, что ссылали сюда времена Екатерины Второй, девушек легкого поведения. Всех джазменов. Ну, вот видите. Ну, что, в принципе, синонимы, да? Ну, когда... Каким был джаз в самом начале. И вообще джазом назвали играть что-нибудь погромче и поблямблямисти, чтобы в домах терпимости было не так слышно, что там происходит в соседних комнатах. Слушайте, господа, мы нашли вообще теоретическое обоснование, что джаз прижился вот на земле Пентинской. Ну, я не нашел. Я просто привел пример. Исторически вот подкопались прям вообще. Это вы сказали. Фундамент вообще выстроили. Вы сказали, я сказал, как бы, одна из теорий возникновения джаза, в принципе. Как могло бы, как было на самом деле, очень сложно сказать. История не любит слагательное наклонение, вот что было бы, если бы, ну, вот эта вот тема, которую обожают многие люди. Вот если бы Егор, Игорь Федорович Летов был бы жив. Да. То что бы вот вообще выпил? Что бы он сейчас пел? Рэпчик читал бы? Ну, тут опять бы-бы, но вот если взять, например, период с 84-го, ну, с 85-го года, там, с первых альбомов, с первых записей, и проследить вектор и динамику развития событий до последних альбомов его, то, в принципе, я думаю, что он радикально никуда бы не отклонился в своих вкусах. Хотя именно после 40 лет, после 45 лет наступает, конечно, очень у многих мужчин, пишущих и творческих мужчин наступает серьезная переоценка ценностей, которая, как мне кажется, опять же, основываясь только на его интервью, происходила и с ним самим. Вот. Можно ли считать вот определение консерватор, консервативность, ну, холую ругательством? Смотря для какого возраста. Для молодых людей консерватизм – это ругательное слово, а для взрослых людей это, наоборот… Комплимент. Комплимент, конечно, это странно. Это, по-моему, я не помню, чьи это слова Черчилля. Кто в юности не был. Да, да, да. Понимаете, вот поэтому у меня даже такая есть идея, что люди там до 40 лет платят вдвойне за разнообразие, а после 40 они платят втройне за то, чтобы ничего не менялось. Как правило, к 40-45 годам люди обычно находят свою нишу, которая их действительно питает. Они находят свои источники правильные, которые конкретно их питают и обеспечивают их нормальную жизнедеятельность. Ну, я имею там духовную или личностную. Вот. И им они так только из внешнего мира так ниточками только так смотрят. А вот настоящие источники, они как бы уже найдены обычно к 45 годам. Боже, как приятно говорить вообще с ровесником вообще. То есть вот на одном языке. Да. А может быть, это вас Игорь Федорович вот сейчас вот как-то вот говорит такие слова? Ну, вот не исключено. Спиритизм, сеанс спиритизма. Я считаю, что любая мысль, любая вообще фантазия, которая доступна человеческому мозгу, она уже как бы на самом деле, значит, она уже реальна. То есть ты же не можешь взять из ниоткуда. Ничто не берется ниоткуда. Все берется откуда-то. Если человек продуцирует мысль, значит, были там у предпосылки, значит, эта мысль уже как бы витает или она наготове, ты ее просто транслируешь в какой-то момент и все. Продолжим сеанс творческого спиритизма. Рука повисла в небе полом до краев. Мои ошибки усилают мой позор. Я сочно благотворен, словно кошки эндлёк. И смачно богомолен, словно приговор. Но мне придется выбирать, кайф или больше, рай или больше, смерти или больше. Я буду ласковым, как теплый банный лист. Я буду вежливым, как битое окно. Я буду благотворен, словно анонист. И буду зазеркален, словно все равно. Но мне придется выбирать, кайф или больше, рай или больше, свет или больше. Игрушки взорваны, какой смешной нарыв. Глухие пуговицы слов и петли глаз. Я буду не порочен, словно анонист. И буду зазеркален, словно унитаз. Но мне придется выбирать, кайф или больше, Рай или больше, свет или больше, Но мне придется выбирать, кайф или больше, Рай или больше, смерти или больше. Есть понятие подвижник, есть понятие популяризатор. Вы популяризатор или подвижник творчества? Подвижник это что такое? Который двигает себя, свои идеи. Нет, я популяризатор. Точно. Мне себя уже не так интересно двигать. Если бы было интересно себя двигать, я бы поехал с программой своих песен. И вот так бы и так же и пел бы. А мне вот интересно. То есть я считаю объективно, на мой сегодняшний взгляд, Что песни Егора Летова на несколько порядков лучше, чем мои собственные. Поэтому я с большим удовольствием и с большим смыслом... Это зрелость называется. Да. Или, например, когда мне говорят, дайте послушать ваш диск. Я говорю, послушайте лучше нормальную музыку. Ну что вы слушаете? Ну, а долго ли собираетесь вообще почивать на лаврах вообще Егора Летова? А вот проект Биллис Бэнд, он заморожен, он отдыхает. Нет, просто параллельный проект. Мой сольный, где я могу делать все, что я хочу. И дело в том, что для того, чтобы петь песни Егора Летова или играть песни, как вот Артем, надо понимать, что ты делаешь. Нельзя просто взять любого барабанщика и начать играть. Надо любить это дело. Любить и не навредить. Это вообще первое правило. Хотя я понимаю прекрасно, что есть куча людей, которые считают, что я просто делаю непозволительные вещи, приношу вред. Ну, слушайте, прям от критиков досталось. Прям больная тема вообще. Мне нужно, я с этим живу, это абсолютно нормально. Но с этим тяжко жить. Да не тяжко с этим жить. Это тяжко жить первые две недели, а потом нормально. Это даже наоборот, это очень хороший такой тренинг для того, чтобы принимать реальность такой, какая она есть. И принимать и любить людей такими, какими они являются. Тем более все давным-давно сказано и написано в песнях гражданской обороны. Конечно, вообще супер кайф. Спасибо за то, что вы продвигаете незабытого, а вновь восходящего. Он никогда не заходил. Егор Летов с нами был всегда. С нами, да. Егор Летов форева. И давайте-ка бомбанем. Чем мы вот завершим? Вообще, я эту песню, я думал, не включать сначала в программу. Но, учитывая то, что с нее, когда-то я познакомился с творчеством гражданской обороны, по-моему, это был, да, 88-й или 89-й, наверное, год это был. Вот Алексей принес кассету, и на следующий день, это мой брат, принес кассету из школы, и сказал, такая группа вообще клевая, посмотри, послушай. И на следующий день он мне показал аккорды сразу уже, сам спел, я понял, будет слушать, поется, круто, все, отлично, текст такой классный. Поэтому это, помимо того, что это просто очень хорошая песня, это песня такая, как сказать, эпохальная. Границы ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усох, Он разложился на плесень и на липовый лед, Так перестройка все идет, и идет по плану, И вся грязь превратилась в голый лед, И все идет по плану, Все идет по плану. О моей судьбе захотелось на покой, Я обещал ей не участвовать в военной игре, Но на фуражке, на моей серпы, молоты, звезда, Как это трогательно, серп и молоты, звезда, А лихой фонарь ожидания болтается, И все идет по плану, Все идет по плану. А моей женой накормили толпу, Мировым кулаком разорвали ей грудь, Все народной свободой закатали ей плоть, Так закопайте ж, чье во Христе, Ведь все идет по плану, Все идет по плану. Лишь один дедушка Ленин, Хороший был вождь, А все другие остальные, Такое дерьмо, А все другие враги, Все такие мудаки, Над родной удачей, Сной бестноватой, Сной к жопу, Я купил журнал Корея, Там тоже хорошо, Там товарищки Мерсет, Там тоже что у нас, Я уверен, что у них то же самое, И все идет по плану, Все идет по плану. А при коммунизме, Все будет за небесом, Насколько скоро, Надо только ждать, Там все будет бесплатно, За все будет кайф, Там, наверное, Овощи надо будет убирать, Я проснулся с мили ночи, Я понял, что все идет по плану, Все идет по плану, Все идет по плану, Все идет по плану, И все это по плану